приехали на дачу вот такая красота лепота сегодня 1 июня это мой бальзаминчик который я буду высаживать надо его полить и высадить немного высадила здесь вот высадила буквально два дня назад вот фокси львиный зеф он свел на цветочки я оборвала что прижился некоторые листики вот так подгорели на это ничего он будет прекрасно цвести вот такая красота накрыли крышу в качелях все цветет фиолетово сейчас пройдусь немного вам сниму и покажу чем занимаюсь уже практически в 9 часов вечера купили мы вот такую еще вишню это вишня скажу девочки и мальчики тоже родные мои вишня молодежно это выбирал дима он сказал это будет моя вишня а я выбрала вишню вот такого сорта вот такая она красавица и сейчас покажу эту вишню я буду делать на штамбе вот эту очку отрежу она будет повыше буду ей формировать крону это вишня тургеневка вот посмотрим у кого какая лучше пойдет вот такие вишенки мы еще купили но идемте смотреть цветы зацвела у меня вот такая красотка живучка вы посмотрите она прелестно кстати кто не знает вот зимой она подмерзла даже не подмерзла она подобрела это почва покровные растения холодостойкая а потом они будут такого бордового красного цвета а сейчас на зеленого цвета и вот так красиво цветет почва покровные растения она холодостойкая и она на самом деле не подмерзла потому что по покров снега был очень очень большой она наоборот под выпрела под выпрела и я не стала ее обрезать и вы посмотрите какая красота не стала даже обрезать все заросло все сама валилась и смотрите какая она красивая вот здесь у меня такой уголочек красивый это вот травка такая очень очень красивая она находится около провода у меня вот такой вид правда еще руки сюда не найдут никак не убиралась вот буду убираться на недель вот такая красивая травка и это его а его конечно здесь и около пруда не место я ее пересажу пересажу туда в зону огорода но там не только огород будет но и сад тоже даже не в зону огорода в зону сада я ее пересажу потому что мы очень любим варенье сайвы это очень вкусно это получается между яблоком и лимоном и смотрите она у меня зацвела первый год первый год растет она у меня третий год третий год растет и сейчас я покажу с какого черенка вот она растет буквально вот такой веточки вот такой маленькой веточки буквально пять листиков было и вот ей третий год и посмотрите как она красиво цветет смотрите какая прелесть очень красиво и зацвела моя айва цветут тюльпанчики вот такие красивые тюльпаны ранние тюльпаны попугайновидные у меня цвели пионы видные тюльпаны бокаловидные и лилейновидные отцвели а вот это тюльпаны поздние еще даже не раскрылся он такой ярко-ярко розовый вот они стоят как огоньки смотрите как огоньки вот стоят потом розочка на заднем плане прижился мой можжевельник прижился можжевельник вот такой голубой это можжевельник чешучатый блюх забыла 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 табличку не поставил ну ладно я обязательно если что в описании напишу если нет буду снимать подробный обзор про хвойные растения меня их очень много уже большая коллекция в этом году я почему-то прям на хвойные хвойные растения подсела прям очень ходники вот такой красавец прям очень красивый цветут у меня на 1 июня цветут ирисы но уже даже оцветают оцветают почему потому что четыре дня было дождей и вот за четыре дня где-то я слышала у девочек даже град прошел у нас было вчера очень холодно но я приехала не моя соседушка тетя оля сказала что заморозка вроде бы у нас не было в туле тоже не было заморозка но по местам вокруг тула знаю у девочек мне звонили сказали что и помидоры и огурцы все замерзли кабачки даже розы подмерзли был заморозок и видно было холодно видите как они прям все журились бедненькие вот такая красота вот такие ирисы сейчас в основном стоит такой сад знаете фиолетовый фиолетовый я как можно больше хочу посадить цветов фиолетовых мой любимый цвет это голубой цвет но как все знают что очень и очень мало в природе голубого цвета голубых цветов вот голубой фиолетовый вишневый это мои любимые цвета и как можно больше я голубых цветов хочу вот такая красота вот такая анютка зацвела это виола вот такая прелестно она тоже вот знаете вот прям по моему вкусу она фиолетовая внутри и она вот камера не передает на такого нежно нежно сиреневого цвета вот такая красота цветет у меня очень люблю все лето цветут анютки они везде сеются я уже тетя раечки много отдала и подружки тоже вот такая вот здесь немножко желтенькой попалась но это самосевом это самосев на пускай будет я не буду выдергивать пускай будет отцвел мой бадан но зато красота листьев смотрите какие глянцевые красивые листья а цвет вот такой цвет мне тоже нравится розыньки он очень сочетается с фиолетовым я их поэтому не обрезать но надо конечно обрезать надо конечно обрезать вот такой красавица зацвела моя купена купена это садовый ландыш называется она правильно купена но второе название садовый ландыш у него такие красивые листья резные это такой большой уже красивый куст массивный он растет как в полу тени так на солнце очень красиво можно даже вот но не в густую в густой тени ни одно растение растение будет в полу тень он прекрасно даже еще больше будет расти чем под солнцем но он у меня под деревом хорошо растет вот такие прелестные у него колокола цветочки у него вот такие и каждую каждую веточку подымаешь и вот такая красота тебя ожидает я и очень люблю очень люблю кто приходит ко мне в сад все обращают на нее внимание очень красивое растение розовая аквилегия аквилегия она еще называется по-другому водосбор розовая аквилегия только-только зацветает вот такая красота сейчас я вам покажу фиолетовая на уже зацвела это только-только начинает зацветать посадила я вот сюда около 2 прудика кто мои видео смотрят у меня два прудика около 2 прудика я посадила спирея golden принцесс у нее вот такая ярко-желтая листва и она будет с ярко-желтой листвой все лет вот такая красавица смотрите даже пытается зацветать я ее посадила первый год вот такой уже прилично хороший кустик буду черенковать и обязательно размножать а еще у меня зацвела 2 спирея это спирея второй год это спирея береза листная вот такими цветочками маленькими прелестными нежными нежными она зацветает но просто красавица девочка я ее буду формировать шариком как только она цветет я ее подрежу хотя я весной и уже резала эта посадка осени 2020 года я ее резала уже но буду еще формировать формировать чтобы она у меня шла шариком ведь она внизу вся набитый шариком и когда она цветет я ее всю подрежу и будет красоткой зацветает у меня лук шнит знаете кто меня смотрит у меня лук шнит растет на альпийской горке как цветок в цветнике растет вот такой белый он у меня разных цветов вот здесь у меня именно белый лук шнит в клумбе растет зацветает очень красиво по весне мы его кушаем а потом мы его не кушаем потому что он становится грубоватый после цветения и мы его прекращаем кушать потому что у меня очень много лука разных разных сортов лука я очень много выращиваю и мы его потом больше не кушаем после цветения он растет как декоративный вот здесь клумбе белого цвета на альпийской горке на меня перемешку розовый с белым и пойдемте покажу в огороде он у меня розовый но больше мы после цветения его кушать теперь не будем пошли к луку шниту и не могла пройти мимо смотрите какая еще красивая анюта и тоже моего любимого фиолетового цвета разве это не прелесть виолка очень красивый цветочек и вот снова мой любимый цвет я очень люблю прямо обожаю не могу когда сад вот именно в начале июня синего фиолетового цвета вишневого это прям сказка вот такой красавец другого цвета лук шнит вот этот лук он растет в зоне огорода и мы его кушаем ранней весной а после цветения он просто растет как декоративно у него и листва красиво смотрится сам лучок и вот так красиво 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 прямо сказка просто сказка а вот там беленького чуть-чуть отцветает как начинаю снимать и все из головы вылетает а это не вербина как же она называется там ну вот я была забыла забыла ну вот красотка уже все отцветает на альпийской горке в принципе до этого видео было я вам показывала по моему или предыдущие видео я вам ее показал назвал абриета вспомнила мои хорошие абриета отцветает уже абриета была в полном цвету не успела я ее снять из-за дождей бил ее дождик и никак не получалось у меня ее снять вот такая она цвела даже не было видно ни одного зелененького листика вот так ковром выращивал я ее семян вот такая красавица но бересклетик это супер это не по теме но он очень красивый конечно зацвела ясколка я вам обещала показать посмотрите какое изобилие цветов это ясколка она растет у меня на альпийской горке и растет еще в одном месте в подножье у клематиса это очень красиво растение но агрессор она мало того что сеется где ему вздумается сеется везде я эти саженцы пока оставляю себе потому что сад молодой я их рассажу а так их можно раздавать друзьям знакомым соседям кому хотите она очень сеется но она очень красивым ковром потом я ее отстригу когда она у меня цветет я состригу все цветы и останется такой прям серебряный сизый ковер очень красиво вы посмотрите какая-то красота это просто изобилие белых цветов очень красиво цветет незаботка цветок моего мужа он очень его любит он попросил его посадить саду хотя я знаю то что он сеется везде размножается и он тоже агрессор но его можно рассадить где вам хочется остальные саженцы раздать просто подарить ну а если никому не нужно ну что ж поделаешь тогда уж на композ будет эти но это очень красиво очень красиво как же я люблю такой сад когда он в таком цвету еще цветет боровинок это боровинок не варигатный есть варигатные сорта это обычный зеленый боровинок и он сейчас вот такого как салата такого нежно-зеленого цвета потом он будет с темно-темно зеленой листвой с прожилками очень красивый вот такая красота вот такими цветочками у меня есть еще целая куртинка красивая но на альпийской горке сейчас после дождя я просто туда сейчас не поднимусь на обязательно следующих видео вам покажу уже темнеет темнеет и уже очень неудобно снимать прохладно на улице я обязательно буду показывать видео как у меня будет зацветать мне очень самой интересно смотреть потом вспоминать вот так выглядит сейчас клумбочки вот надо конечно полоть дожди несколько дней не было дождей должна им неделю но детки еще учились никак не получалось приехать сейчас вот живу и сейчас надо начинать работать конечно потому что такой сад меня раздражает я ненавижу когда хотя бы один сорняк вижу поэтому надо конечно заниматься но все равно очень красиво и пойдемте наверное покажу чем занимаюсь еще на сегодня и на этом закончу видео а занимаясь я вот такими делами высаживаю петуни завтра с утра вам обязательно покажу покажу следующий обзор как я вот такая красавица петуни я в этом году петуни не выращивал потому что у меня не получилось не получилось по какой причине кто меня смотрит все знают то что я выращивала томаты не только себе но еще дядя моего мужа подруги и мне просто не было места совсем не было вместо потому что у меня были помимо этого еще и колес и много разной рассады баклажан перцев сладких остров и всего остального буду постепенно показывать завтра вам покажу огород и покажу как будут смотреться в кашпо вот сейчас я высаживаю вот такие петоники это я покупала петуни в магазине хомяк кто живет в туле из девочек наверное знают магазин хомяк вот такие красотки это фиолетовое с белым вот это цвет конечно не передает через камеру она такая красная с прожилками и вот по чуть вот эти горшочки ставится в белое кашпо такое резное очень красиво завтра расставлю обязательно вам покажу и еще вот такая петоник вот это такая она крупные девочки знаете она такая ярко-ярко розовый как огонечек мне на так понравилось и я делаю миксы на этом наверное буду с вами прощаться всем до свидания всем до новых встреч с вами была ваша воля всем пока пока